О сокрушении Два слова о душевном сокрушении написаны Святым Яном Затаустом по просьбе благочестивых и близких к нему лиц, в которых имена поставлены в заглавие этих слов монаха Дмитрия из Телехия в конце 3074-го или 75-го года в Параджитии Христовом, когда он сам по посвящению церковного чтеца Святым Милетием, епископом антиокийским, поселился в обители иноков, проводивших подвижническую жизнь на смежных с Антиохией горах, о чем ясно и говорится в первом слове. Слово первое. К Дмитрию, монаху. Видя, что ты, блаженный Дмитрий, непрестанно обращаешься к нам и с великим усердием просишь от нас слов о сокрушении, я всегда ублажал тебя и удивлялся чистоте души твоей, потому что и пожелать таких наставлений невозможно, не очистившись наперед совершенно и не возвыслившись над всем житейским. Это легко видать на тех, которые объемлются таким желанием, хотя на краткое время. В них происходит вдруг такая перемена, что они тотчас переносятся на небо, отрешив душу от мирских забот, как бы от тяжких уз. Они таким образом дают ей свободу возлетать в свое, сродное ей место. Но со многими обыкновенно во всю жизнь это случается редко. А ты, божественная глава, всегда, как известно, мне объят этим огнем сокрушения. И свидетелями мне в этом могут быть твои бессонные ночи и потоки слез, и любовь к пустыне, постоянно живущая и процветающая в душе твоей. Какая же будет тебе польза от наших слов? Уже то самое, что ты, достигнув самой высоты добродетели, ставишь себя наряду с идущими внизу, окрыленную душу свою называешь каменную, и непрестанно касаясь правой руки моей, целуешь и со слезами говоришь, сокруши ожесточенное сердце мое. Уже это самое, какую означает богобоязненность, какую пламенную ревность. Итак, если ты желаешь пробудить нас, спящих, привлекая нас к этому предмету, то одобряю твою великую мудрость и попечение. Но если ты действительно имеешь в виду себя самого и думаешь, что ты нуждаешься в возбудителе, то не знаю, как бы еще иначе мог ты убедить нас, что ни в чем нашем ты не нуждаешься. Впрочем, и при этом мы уступим тебе и послушаемся из уважения и твоего дерзновения к Богу, и усердия в просьбе, и дружбы к нам. А ты воздай нам за это своими молитвами, чтобы нам правильно устроить жизнь свою в будущем. И теперь сказать что-либо доброе, способное, восстановить лежащие и подкрепить, и ободрить ослабевшие души. С чего же нам начать это слово? Какое мы положим ему основание, какую опору? Не очевидно ли, что слова Христа, в которых он изрекает горе смеющимся, а ублажает плачущих, говоря так, блаженны плачущие, ибо они утешатся. И горе смеющимся ныне, ибо вы возрыдаете и восплачете. И это весьма справедливо, потому что вся настоящая жизнь поистине есть время плача и слез. Такое несчастье постигла всю Вселенную, такие бедствия объяли всех людей, что если кто захочет распознать их в точности, если только возможна такая точность, то не перестанет и скорбеть, и плакать. Так все извратилось и расстроилось, а добродетели и свидания нет нигде. А еще тяжелее то, что мы и сами не чувствуем, и другим не даем чувствовать постигших нас в бедствии. Но стали похожи на человека, которого тело извне цветет, а внутри разрушается сильным огнем. И по этой бесчувственности мы нисколько не отличаемся от умалишенных, которые без опасений и говорят, и делают много опасного и непристойного, и не только не стыдятся, но еще хвалятся этим, и считают себя здоровее здоровых. Так и мы, делая все свойственное больным, не знаем и того, что мы больны. Между тем, если в теле нашем случится, хотя малая болезнь, мы приглашаем врачей, тратим деньги и обнаруживаем терпение, и не перестаем делать все, пока не прекратим болезнь. А о душе, которая плотскими страстями ежедневно поражается, терзается, сожигается, не извергается в пропасть и всячески губит себя, нисколько не заботимся. Причиной же этого то, что болезнь объяла всех. Поэтому, как больные телом, если не случится быть при них, кому-либо из здоровых, беспрепятственно могут все подвергаться крайной опасности от того, что некому отслонить их от безрассудных желаний. Так и у нас. От того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее, никто не в состоянии посадить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал о заповеди Христово и расстройстве нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем такой дорогой, как будто решились идти против заповедей его. 133. И чтобы кто не подумал, что наши слова преувеличены, я постараюсь представить и доказательства не от чего-либо другого, но из самих заповедей Христовых. Что же говорит Христос? Сказано древним, не убей. А я говорю вам, всякий гнев, ищетин брата своего напрасно повинен суду. А кто скажет брату своему, врага повинен сонмищу, а кто скажет ему урод, повинен гиене огненной. Это сказал Христос. А мы, хуже неверующих в него, попрали этот закон, каждодневно осыпая братьев своих множеством злословий. И особенно смешно то, что избегая названия урод, как будто только это слово подлежит наказанию, мы часто наносим ближнему другие более тяжкие оскорбления. А на самом деле не так. Но Господь дал такое запрещение, угрожая наказанием оскорбителям вообще, как это видно из следующих слов Павла. Не обманывайте себя. Ни блузники, ни злослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни засадители, ни хищницы. Старствие Божие не наследуют. Если же называющий брата своего уродом достоин крайнего наказания, то сколько гиенского огня приготовит себе тот, кто называет его злодеем, и завистливым, и безумным, и тщеславным, и многими другими столь же оскорбительными словами. Слово урод и рака гораздо легче сказано теперь, посему Христос, не упоминая о них, указал только на те, чтобы ты знал, что если легчайшее злословие подвергает сказавшего гиене, тем более сделают это более тяжкие и несносные. Если же некоторые допускают в сказанном преувеличении, я знаю, что некоторые испытывают расположение думать так, будто эта угроза сказана только для того, чтобы устрашить, то следует уже освободить от обмянутого наказания и самых блудников, мужеложников, Малаки, идолослужителей, если апостол высказывал угрозу злоречивым, только для страха, то явно, что даже тоже остальным, потому что он сперва поставил всех вместе, а потом прибавил, что они будут лишены царствия. Что же скажут? Неужели злоречивый станет наряду с блудником и Малаки, и рихаимцем, и идолослужителем? Одинаковому ли он подвергнется наказанию? Это рассмотрим в другое время. А что он одинаково с ними лишится царствия, в этом я верю словам Павла, или лучше сказать, действовавшего через него Христа, то есть, что ни те, ни другие царствия Божия не наследуют. И не только касательно этого, но и многих других предметов, многие также расположены думать, будто то, о чем в Писании говорится, как имеющим непременно исполнится, сказано преувеличенно. Это дьявольская сечь, чтобы в людях, проникнутых сокрушением по любви к Богу, истребить страх будущего наказания, и сделать их менее тщательными в повиновении заповедей. Дьявол предложил успокоение в мысли о преувеличении, которое в настоящей жизни способно обмануть беспечные души, но будет изобречено в день суда, когда от этого не будет никакой пользы, когда и покаяние нисколько не будет полезно, именно при воскресении. Не станем же тщетно обманывать себя, не будем лжеумствовать на зло себе и навлекать на себя еще другое наказание за неверие. Жесточайшему наказанию подвергает нас не только неисполнение заповедей Христовых, но и неверие им, а неверие происходит от нерадения об исполнении заповедей. Именно когда мы не хотим приобреть в себе спокойствие по виновениям воли Божией и исполнять заповеданное нам, постараясь отвлечь ум от страха за будущее и отогнать великий страх угрожающих наказаний, мы подавляемые и терзаемые совестью ввергаем себя в другую пропасть, не верим этим наказаниям. Как одержимая сильной горячкой, если и бросается в холодную воду, не ослабляет удушающего их жара, но еще более прибавляет в себе огня, так и мы, уязвляемые сознанием своих грехов, заставляем себя погружаться в бездну мысли о преувеличении, чтобы потом безбоязненно предаваться всем грехам. Мы не только гневаемся на присутствующих братьях, но часто враждебно относимся и к отсутствующим, а это верх ожесточения. А тех, кто выше и сильнее нас, мы весьма скромно терпим и обиды, и оскорбления, потому что боимся их, а к равным и низшим, даже и не причинившим нам никакого огорчения, питаем вражду. Так страх перед людьми действует в нас сильнее страха Христова. 134 Как же мы можем надеяться на спасение, показывать такую беспечность и невнимательность? И отчего это, скажи мне? Что тяжкого, что трудного требует от нас Христос? Не гневайся, говорит он, на брата твоего напрасно. А это гораздо легче, нежели терпеть напрасный гнев от другого. Там уже готово вещество для огня, а здесь ты сам зажигаешь пламя, когда нет и вещества для него. Между тем не все равно, терпеть ли и не воспламеняться, когда другой подносит свечу, или оставаться спокойным и невозмутимым, когда никто не возмущает. Кто вытерпит в первом случае, тот представит доказательство величайшего любомудрия, но кто сделает последнее, тот не заслужит удивления. Итак, когда мы по страху перед людьми, делая более трудное, не хотим делать менее трудного по страху Божию, то подумай, какому подвергаем сами себя наказанию и мучению? Притом почитай братом не только равночестного тебе, не только свободного, но и слугу. Во Христе Иисусе по апостолу нет ни раба, ни свободного. Таким образом мы подвергнемся одинаковому наказанию, если будем гневаться напрасно и на рабов, потому что и раб есть брат, и удостоился истинной свободы, имея один с нами дух. Кто же может сказать о своей жизни, что она чисто от безрассудного и напрасного злоречия и гнева, не указывая мне на того, кто предается этому пороку изредка, но покажи такого человека, который бы никогда не предавался ему, а пока не представишь нам этого, до тех пор не можешь отклонить содержащиеся в Писании угрозы под тем предлогом, что пороку этому предаются нечасто. Так и воры, блудник, хотя бы только однажды совершили грех, не освобождаются от наказания, потому что совершали этот грех нечасто, но наказываются за то, что вообще дерзнули на это. А что за этим следует в Евангелии? Того, кто из неверующих не сочтет даже за басню, видя, с каким упорством мы нарушаем это повеление? Бог сказал, если принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, то оставь там дар твой пред жертвенником, и я прежде примирись с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. А мы приступаем к алтарям, враждуя друг против друга и явно, и тайно. Бог столько печется о нашем примирении, что допускает и жертвоприношению своему оставаться несовершенным, и службе прерваться, только бы мы прекратили вражду друг другу и гнев. А мы так мало обращаем на это внимание, что на гибель себе питаем вражду в продолжении многих дней. Христос наказывает не только злопамятных, но и тех, которые освободившись от этой страсти, не брегут об оскорбленных ими братьях, так как помнить зло свойственно обиженным, а тот, кто обижает, может и не предаваться этой страсти. Поэтому Христос и повелевает последнему идти к первому, показывая, что большему против первого наказания подлежит тот, кто дал корень греху. А мы этим не вразумляемся, но оскорбляем братьев из-за малости. Потом, как будто бы не было ничего худого, оставляем без внимания и забываем обиженных нами, и даем вражде продолжаться долгое время, не сознавая, что понесем тем большее наказание, чем больше дней попустим продолжаться неприязни. Как за это самое, так и потому, что и примирение потом становится для нас более затруднительным. Как тогда, когда дружба связывает нас, ничто не может легко и даже быть принято с доверием. Так всегда, когда вражда овладевает нашими душами, желающие поссорить нас, большей части легко и удобно успевают в этом, потому что мы тогда доброму не верим, а верим только худому. Посему Господь повелевает нам, оставив дар перед алтарем, наперед примириться с братом, дабы мы знали, что если в это время не следует отлагать примирение, тем более в другие времена. А мы внешние признаки удерживаем, а там мы же истинно удалились. Перед принесением дара приветствуем друг друга, но делаем это большей частью только языком и устами. Но Господь хочет не этого, а того, чтобы мы давали ближнему лапзане от души и приветствия от сердца. Это и есть истинное приветствие, а то ложь и притворство. И кто так целует ближнего, тот скорее прогневает, чем умилостивит Бога. Он требует от нас искренней и крепкой дружбы, а не такой, которая имеет у нас часто вид и призрак дружбы, а силу вовсе утратила, что самое служит доказательством господствующих у нас беззаконий. И по причине умножения беззаконий, говорит Господь, во многих охладеет любовь. И это делаем мы, люди, которым повелено не гневаться и не иметь врагов. А если случится кого иметь, то только на день. Солнце, говорит апостол, да не зайдет во гневе вашем. А мы на этом не останавливаемся, но строим козни друг против друга и словами, и делами угрызая и поедая своих соцленов, что свойственно явному ума исступлению. Ибо поэтому особенно мы узнаем страждущих неисцельно обеснованием и сумасшествием. Что же сказать о законе касательно соперника, нечистой похоти, бесстыдных взглядов, безумной и гибельной любви? Здесь правое око и правая рука указывает нам не на другое, что как на любящих нас со вредом для нас. А закон касательно развода с женами кем не был и попираем. 137. О законах против клятвы стыжусь и говорить, потому что не только клянутся, но и нарушают клятвы непрестанно. Если клятва и в справедливом деле виновна и законопреступна, то куда мы понесем отнесем нарушение клятвы? Если то, что сверх да и нет от лукавого, то кому приписать то, что превышает это последнее? Далее Господь говорит, если кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и левую, и хотящему судиться с тобой и взять у тебя одежду, отдай ему и нижнюю рубашку, и если кто заставит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, и просящему тебя дай, и от хотящего тебя занять, не отвращайся. Что можно сказать на это? Относительно всего здесь сказанного остается только плакать и закрывать от стыда. Так мы уклонились в совершенно противоположную сторону, употребляя все время на суды и неприязни, на распри и ссоры, не перенося ни малейшего оскорбления, ни на деле, ни на словах, но раздражаясь из-за мелочи. Если бы ты мог указать на таких людей, которые, стратив много на бедных, после сами по бедности подвергаются презрению и терпят множество бедствий, то таких насчитал бы немного и даже весьма мало, но и между ними ты не указал бы нам такого любомудрого, какой изображен здесь. Это последнее предписываемое Христом жизнь гораздо духовнее, чем первое, потому что не все равно дать ли добровольно или перенесть, когда все отнимают у тебя. Что говорю перенесть? Сказанное Христом заключает себе гораздо более и этого. Слово его так воспрещает обиженным гневаться на обидевших, что должно не только не скорбеть о том, что уже взято, но и отдавать добровольно то, что осталось, и показывать готовность терпеть зло более, нежели сколько есть страсти у врагов делать нам зло. Так, когда желающий обижать найдет, что обижаемый готов потерпеть более, нежели сколько ему хотелось, и удовлетворив своей страстью вид, что оскорбленный с преизбытком высказывает свое великодушие, то отойдет прочь побежденный и посрамленный превосходством терпения, и хотя бы он был зверь, и даже свирепие его, сделается потом скромнее, ясно увидев из сравнения и всю злость, и его добродетель, и свою злость. Такой жизни я ищу теперь, какая именно и предложена в Писании, но какой в других местах и на опыте, не нахожу нигде. Не указывай мне на такого, который обижен и терпит, ибо случается терпеть и по бессилию, но на такого, который в отношении к равносильным и к тем, кому он мог бы мстить, показывал бы терпение, хотя и не до такой степени, чтобы предзойти страсть врага и дать ему более, нежели сколько он хотел, и эту добровольную уступку и большего доказал бы свое великодушие и насчет отнятого насильня. Но что еще выше этого и что составляет самый верх добродетели, Христос повелел нам считать друзьями и друзьями близкими тех, которые так поступают с нами и причиняют нам вред и в деньгах, и в телесном здоровье, и во всем прочем. Не только говорит он «Прибавляй хищнику или хаимцу», но и «Люби его любовью самую крепкую и искреннюю». Это именно желал он выразить, когда сказал «Молитесь за творящих вам напасти». Это он обыкновенно делает только за тех, кого весьма мы любим. Это мы делаем. И чтобы ты опять не счел этих слов за преувеличение и не подпал дьявольскому обольщению, он приводит этому доказательство и основательную причину. Если вы любите любящих вас, то какая вам зато награда? Не то же ли делают мытари? И если приветствуете целующих вас, то что особенного делаете? Не то же ли делают и язычники? Если же мы в этом нисколько не отличаемся от мытарей и язычников, то как нам не плакать и не сокрушаться? И если бы зло состояло только в этом. Но теперь мы так далеки от любви к врагам, что отвращаемся и ненавидим даже тех, которые любят нас, потому что враждовать, завидовать и губить их честь и добрую славу и делами и словами свойственно только тем, кто сильно ненавидит и отвращается. Таким образом мы в этом не только ничем не отличаемся от язычников, но еще оказываемся гораздо хуже строим ковы, нам повелено благословлять клянущих, а мы осыпаем тысячи проклятий. Что может быть сильнее этого противоречия и противоборства? Какое мы ведем против законодателя, поступая вопреки всем его повелениям? Не говорю же о власти тщеславия, которую он изложил последующими словами, а мы усилили, распространив эту власть его не только на молитвы, посты и милостыни, но и на все прочее. И подчинив себя этой безумной страсти хуже всякого невольника, не говорю, потому что это ясно для всех, скажу только, что одни из людей, предавшись крайнему нерадению, не соблюдают никаких заповедей, а другие, если захотят отчасти покоряться ему, постараются исполнять некоторые заповеди, то и они опять впадают в тот же недостаток, не желая сбросить с себя искус тщеславие, один совсем не подает милостыни, а другой хотя и уделяет нуждающимся несколько своего имущества, но делает это тщеславием, и потому оказывается ничем не лучше не подающего. Так дьявол всех совершенно опутал своими сетями. Если же кто сможет избежать этого недостатка, то понеразумие опять впадет в такой или еще гораздо больший грех не только без пользы для себя от того, что сделал, но и с причинением себе некоторого зла. Я знаю многих, которые помогают нуждающимся не по этим только причинам, но и по дружбе, из угождения и по многим другим подобным побуждениям, а не по страху Божию и не по заповеди. Итак, когда есть столько обстоятельств, вредящих добрым делам, то кому из подверженных этим недостатком легко будет спастись. 139 А слова «И оставь нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим», кто может произнести смело? Мы если не мстим врагам, то и не залечиваем нанесенные нам раны. А Христос желает, чтобы мы не только прощали, но и принимали врагов в число первых друзей. Поэтому, как я сказал выше, он и повелел молиться за них. Если же ты, хотя и не делаешь зла врагу, однако отвращаешься от него, смотришь на него с неудовольствием и хранишь в душе рану свою неисцельную, то ты еще не исполнил заповеди, которую дал тебе Христос. Как же ты просишь Бога, чтобы Он был милостив к тебе, когда сам ты не милостив к оскорбившим тебя. Посмеваясь этому, один мудрец говорит, человек на человека сохраняет гнев, а от Господа ищет исцеление. На человеком подобном себе к человеку не имеет милости, а о грехах своих молится. Сам будучи плотью хранит гнев, и кто очистит грехи его? Стирахов 28.3 Хотел бы я уже замолчать и остановить речь на том, что сказано. Так стыдно и совестно продолжать далее, потому что дальнейшая речь еще яснее покажет эту борьбу и непримиримую вражду, которую мы оказываем против заповедей Христовых. Но что пользовать нашего молчания, когда дела вопьют об этой вражде? А еще прежде самых дел, ясно все знает тот, кто будет судить нас. Заповедь не собирать себе сокровищ на земле, но на небе, хотя немногие однако же находятся исполняющие верно. Прочие же все, как будто услышав противоположную заповедь, как будто имея повеление собирать сокровища на земле, оставили небо и прилепились ко всему земному. С безумной страстью собирают богатство и возненавидим Бога любят Мамону. Что же касается до заповедей, не заботьтесь о завтрашнем, то я не знаю никого, кто бы слушался и повиновался ей по маловерию нашему. Поэтому от стыда пройду молчанием эту заповедь. Хотя надлежало верить Христу и тогда, как Он просто объявляет, но теперь мы не верим Ему, когда Он представил и непровержимые доказательства и привел примеры именно птиц и травы. Напротив, подобно язычникам и даже с большим нежели немолодушием терзаемся по печеньям о земном. И о чем даже не получили повеление молиться, на то истощаем всю свою заботливость. Посему эту заповедь со стыдом, как я сказал, пройду молчанием и перейду к следующему. Не найду ли там хотя малое облегчение своего стыда? Что же после этого говорит Христос? Не судите, да не судимы будете. Здесь я думал найти облегчение своего стыда, но вижу приращение его не меньше, чем от предыдущего. Если бы мы не сделали даже никакого другого греха, то уже этот один может свести нас в преисподнюю гиенну. Так мы строго осуждаем чужие грехи, а у себя в глазах не видим бревен. Так мы тратим всю свою жизнь на разведывание и осуждение чужих дел. И не скоро найдешь и между мирянами, и между монахами, и клириками такого, кто был бы свободен от этого греха, несмотря на относящуюся к нему такую угрозу. Каким судом судите, таким же судом будут судить вас, и меры, которые мерите, отмерятся вам. И однако, несмотря на то, что этот грех подвергает такому наказанию, а нисколько не доставляет удовольствия, мы все бежим на зло, как будто стараясь и соревнуя войти в гиенскую печь не одною, а многими дорогами. Мы одинаково грешим не только в отношении к более трудным, но и в отношении к легчайшим заповедям, нарушая равные эти и те, и преступлением легчайших доказываем, что мы труднейших не исполняем по своему небрежению, а не по трудности самых заповедей. Так скажи мне, какой труд в том, чтобы не разведывать о чужих делах и не осуждать грехов близнего? Напротив, труд нужен на то, чтобы разведывать и судить о других. Кто же, услышав это, поверит когда-либо нам, что мы дошли до успешности, а не с намерением и непожеланием. Когда то, что Господь повелевает делать легко и удобно для желающих, исполнять, напротив, то, что Он воспрещает, более тяжело и трудно, а мы, опуская повеленное, делаем запрещенное. Не могут ли враги сказать, что мы грешим по желанию сопротивляться Ему? А что заповеди Христовы не имеют в себе ничего трудного, это объяснил сам Он в словах возьмите иго моё на себя, ибо иго моё благо и бремя моё лёгкое. Но мы по неизъяснимой беспечности делаем то, что лёгкое кажется для многих трудным. Кто хочет ничего не делать, а всегда спать, тому, конечно, кажется трудным и есть, и пить. Напротив, люди бдительные и бодрые не уклоняются от весьма дивных и трудных дел, но приступают к ним с большей смелостью, чем беспечные и самливые к весьма лёгким. Нет, точно нет ничего лёгкого, чего бы великая леность не представила нам весьма тяжёлым и трудным, равно как нет ничего трудного и тяжкого, чего бы усердие и ревность не сделали весьма лёгким. Что, скажи, мне могло бы быть тяжелее, как всякий день терпеть опасности, угрожающие смертью. Однако блаженный Павел и это назвал лёгким. Сказав так, нынешняя лёгкая печаль по премножеству славы вечной соделывает нам лёгкое перенесение и трудное само по себе дело становится лёгким по надежде на будущее. Эту причину привёл и сам Павел, сказав, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. 141. Посмотрим и дальше. Не давайте, говорит Христос, святыни псам и не бросайте жемчуг ваш пред свиньями. Христос дал эту заповедь как повеление, а мы под тщеславие неразумному дружелюбию нарушили и это повеление. Допуская к общению таинств просто и без исследования людей развратных, неверующих исполнить множество пороков. Прежде точного дознания их нрава открываем им всё учение о догматах и сразу вводим в святилище тех, которые ещё не могут видеть и преддверия. Поэтому некоторые из посвященных таким образом скоро сделавшись отступниками наделали множество зла. И мы нарушаем это весьма страшный заповедь не только по отношению к другим, но даже и по отношению к самим себе. Когда имея нужду приобщиться бессмертных тайн, часто делаем это с присущей нам нечистотою и с бесстыдством. И не только эти заповеди всеми всецело нарушаются, но как оказывается и последующие. Так Христос сказал, «Всё, что хотите, чтобы делали вам люди, так же творите и им, а мы делаем другим всё, чего сами терпеть не хотим». И, имея повеление входить в Царство Небесное тесными вратами, ищем везде широких. И что таких врат желают и домогаются некоторые из мирян, это не очень удивительно, но что мужи, которые, по-видимому, распялись для мира, ищут их более, чем миряне. Это изумительно. Даже походит на загадку. От всех почти монахов, если пригласишь их на какое-либо дело, тотчас услышишь прежде всего вопросы о таких словах, можно ли им найти покой, может ли приглашающий успокоить их. Постоянно повторяется слово покой. Что говоришь ты, человек? Тебе повелено идти тесным путем, а ты спрашиваешь о покое. Тебе заповедано входить узкими вратами, а ты ищешь широких. Что может быть хуже такого извращения дела? А чтобы ты не подумал, будто я теперь говорю это в осуждение других, расскажу тебе о самом себе. Когда я недавно решился оставить город уйти в теле монахов, то много раз думал и беспокоился о том, откуда мне будет доставляемо необходимое, и можно ли будет есть хлеб новоиспеченный, в тот же день, не заставит ли меня употреблять одно и то же масло из светильника и из пищи, не принудит ли питаться жалкими овощами, не отправит ли на тяжелую работу, приказав например рубить носить дрова, таскать воду, исполнять все прочие службы. И вообще у меня было много заботы о своем покое. Между тем люди, принимающие на себя должности начальников и управления общественными делами, нисколько не заботятся об этом покое, но только о том, будет ли дело иметь пользу временную. Если могут надеяться на это, то уже не думают ни о трудах, ни об опасностях, ни о бесславии, ни об унизительных путешествиях, ни о жизненной сужбине, ни об огорчениях, ни о муках, ни о перемене обстоятельств, ни о возможности совершенного неисполнения надежд, ни о безвременной смерти, ни о разлуке с родными, ни об одиночестве жены и детей, ни о другой какой неприятности, но упоенные страстью к деньгам переносят все, посредством всего только надеются удовлетворить ее. А мы, которым уготованы ни деньги, ни земля, но небеса и небесные блага, которых око не видела и ухо не слышала и на сердце человеку не приходило, мы спрашиваем о покое. Так мы более их жалкие и слабые. Что говоришь-то, человек? Ты намереваешься идти на небо и получить там царство и спрашиваешь, нет ли какой трудности на этом пути и в этом путешествии. Не стыдишься, не краснеешь и не бежишь скрыться под землю? Хотя бы там были все человеческие бедствия, злословия, обиды, бесчестия, клевет и меч, огонь, железо, звери, потопление, голод, болезнь и вообще все беды, какие случаются в жизни от начала доселе. Уже ли ты не посмеешься, скажи мне, и не презришь все это? Даже подумаешь ли об этом? Что было бы глупее, ниже и жалче такой души? Объятому желанием небесного не должно, не говорю, искать покоя телесного, но и наслаждаться им, когда он имеется. Не странно ли, что тогда, как любящие нечистою любовью, так всецело предаются своим возлюбленным, что кроме их и пребывания с ними не находят ничего приятного в других удовольствиях настоящей жизни, как немного их? Мы, объятые никакой либо нечистой, но самой возвышенной любовью, не только не пренебрегаем покоем, когда его имеем, но еще ищем, когда его нет. 143 Никем еще возлюбленный не овладевало желание небесных благ, как следовало бы овладеть, иначе он почел бы тени и посмешищем все то, что теперь кажется трудным. Так, кто увлекается настоящим, тот никогда не удостоится увидеть будущее благо. А кто презирает здешнее и все считает не лучше тени и сновидения, тот скоро получит все великие и духовные блага. Если у кого действительно будет это благое настроение, то оно окажет такую же силу, как огонь в терновнике. И хотя бы такого человека угнетало множество зол, хотя бы опутывали его многие верви и грехов, хотя бы сильно горел в нем пламень похоти и окружало его великое смятение житейских дел, это желание небесных благ, как бы крепким бичом совершенно рассеет все такое и удалит от души. Как легкая пыль не может устоять против напора сильного ветра, так и множество нечистых пожеланий не может выдержать устремившийся против них силы сокрушения, но исчезает и рассеивается скорее всякой пыли и дыма. Если плотская любовь так порабощает душу, что отвлекает ее от всего и подчиняет влиянию одной возлюбленной, то чего не сделает любовь ко Христу и страх быть отлученным от Него. Как трудно и даже невозможно смешать огонь с водою, так, думаю, невозможно совместить наслаждение земными благами с сокрушением. Потому что они противоположны и взаимно исключают друг друга. Одно есть мать слез и трезвенности, а другое смеха и неумеренности. Одно делает душу легкую и окрыленную, а другое приводит ее в состояние тяжелейшего всякого свинца. И это я попытаюсь доказать не моими словами, но того, кто сам был объят этой прекрасной любовью. Кто же это такой? Пламенный любитель Христа Павел, который так был уязвлен этой любовью, что даже стенал о замедлении и продолжительности здешнего странствования. Ибо находясь в теле, говорит он, воздыхаем, однако готов был и желал еще оставаться здесь для Христа, а чтобы пребывать мне во плоти, говорит он, то нужнее для вас. То есть для того, чтобы распространилась вера во Христа. Поэтому он переносил и голод, и жажду, и наготу, и узы, и опасности смерти, и морские путешествия, и кораблекрушения, и все прочие беды, им самим исчисленные. И не только не тяготился ими, но еще радовался, а причиной тому была любовь Христова. Потому он и говорил, но все сие побеждаем, претерпеваем возлюбившим за нас. И не удивляйся этому. Если любовь человеческая часто побуждала решаться на смерть, то чего не сделает любовь Христова? Какое не облегчит трудности? Так и ему все было легко, потому что он взирал только на возлюбленного Христа, и для него все терпеть считал выше всякого удовольствия и наслаждения, что и действительно так. Он даже не думал, что он находится на земле в настоящей жизни и обращается с людьми, но как будто уже имел небесное жребие, обитал с ангелами, получил царство и наслаждался созерцанием Бога лицом к лицу. Потому презирал и радости, и горести настоящей жизни, и нисколько не заботился о покое, которого мы ищем постоянно, но воспитал так же и до нынешнего часа и алчим, и жаждем, и в ноготе, и страждем, и скитаемся, и трудимся, делая своими руками, в будущее укоряем и благословляем, гоним и терпим, хулим и утешаемся, и еще, как от требия миру были, всеми попираемые доныне. Обратив же очи души на небо и прилетившись к тамошней красоте, он не хотел уже опять возвратиться на землю, но как бедняк и нищий, все время скрывавшийся в темной низкой хижине, увидев царя, блестающего золотом и лучами камней, не захочет уже и подумать о своем бедном жилище, а будет всячески стараться о переселении в другое жилище, если это возможно. Так и блаженный Павел, увидев небесное благо, смотрел с пренебрежением на здешнюю бедность и по необходимости, телесно обращаясь с людьми, ни к чему здешнему не прилиплялся, а всецело переселился в тот небесный град. И что я говорю о горе с тех настоящей жизни? Любовь Христова так одушевила его, что если бы ему предстояло терпеть для Христа и вечное наказание, он никогда не отказался бы и от этого, потому что он служил Христу не так, как служим мы, наемники, строя шасть гиенны и желая царствия, быв объят какой-то другою, несравненно лучшей и блаженнейшей любовью. Он и терпел и делал все ни для чего иного, как для того, чтобы только удовлетворить любви, которую питал ко Христу, и которая так овладела умом его, что он охотно расстался бы и с тем, что для него было дороже всего, то есть пребыванием со Христом, для чего он пренебрегал и гиенны, и царством небесным, решившись для Христа встретить и с великой готовностью принять, как одно из вожделеннейших благ, даже и это невыразимое отлучение от Христа за израильтян. 144. Сказанное мною теперь, может быть, многим покажется неясным, а когда я скажу тоже яснее, тогда опять покажется невероятным для тех, кому прежде было неясно. И это нисколько неудивительно. Сам блаженный Павел, ожидая, что ему не повредят в этом, предварительно сказал, истину говорю, во Христе не лгу. Совесть моя свидетельствует мне в Духе Святом. Однако, несмотря на то, что он присовокупил к своему изречению такие слова и призвал таких свидетелей своей совести, и ему теперь еще не верят. Что же именно говорит он? Послушай. после речи о бедствиях в этом мире сказал, кто отлучит нас от любви Христовой скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или беды, или меч? И перечислив все, что на земле, он восходит на небо. И желая показать, что пренебрег для Христа здешними наказаниями, невеликое дело, прибавил. Ибо ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Смысл слов его такой. Не только люди не будут в состоянии отвлечь меня от этой любви, но и ангелы, и даже если соберутся вместе все небесные силы, и они не будут в состоянии сделать этого. Что я говорю? Даже если бы надлежало для Христа лишиться царствия, или не зринуться в гиенну, и это мне не страшно. Это, а не другое, что означает слова высота и глубина и жизнь и смерть. А так говорил он не потому, что ангелы станут усиливать, отлучить его от Христа, но он на словах предполагает то, чего и быть никогда не может, чтобы изобразить и объяснить всем свою великую любовь. Таково свойство любящих. Они не могут молчать о своей любви, но обнаруживают свой пламень перед всеми близнями, непрерывной беседой о превосходстве любви, успокаивая свою душу. Так поступил и блаженный Павел, обняв словом все, что есть и что будет, что случается и чего никогда не случится, видимое и невидимое, всякое наказание и всякую отраду, он как будто этого ему было недостаточно для выражения своего чувства, предположив и выразив словом столько же других несуществующих предметов. К этим несуществующим предметам относятся и выражения иная какая другая тварь. Таким образом показал, что из всего сказанного ничто не может отлучить его от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. На такую высоту поднял свою любовь Павел, а мы, получившие повеление подражать ему, не переносим благодушно и здешних скорбей, но сетуем и ропщим не менее одержимых горячкою. Продолжительная болезнь это охватившая наши души от продолжительности сделать так сказать неизлечимую, и мы не можем даже подумать о совершенном здоровье, которого восстановление нам кажется уже невозможным. Если услышим, что кто-либо указывает на апостолов и говорит об их подвигах, мы вместо того, чтобы тотчас заплакать о себе, что мы так отстали от них, не считаем из-за грех эту отсталость, но ведем себя так, как будто и невозможно зайти на такую высоту. А если кто-нибудь спросит о причине, мы тотчас представляем такое неразумное оправдание. То был Павел, то был Петр, то Иоанн. Что значит, то был Павел, то был Петр? Не то же ли природу, скажи мне, имели и они? Не тем же ли, как и мы путем пришли они в жизнь? Не то же ли питались пищей? Не тем же ли дышали воздухом? Не тем же ли пользовались вещами? Не имели ли одни из них жен и детей, другие житейские ремесла? А иные даже не извергались ли самую бездну зла? Но они, скажи, кто-нибудь пользовались великой благодатью Божией? Так, если бы нам повелевалось воскрешать мертвых или отверзать очи слепым или очищать прокаженных или исправлять хромых или изгонять демонов и вращевать другие подобные болезни, тогда уместно было бы такое наше оправдание. Но если теперь требуется строгость жизни и изъявление послужания закону Христову, то как кто идет к этому? Как такое оправдание? И ты при крещении получил благодать Божию и стал причастником Духа, если и не столько, чтобы творить чудеса, то сколько нужно иметь для правильной и благоустроенной жизни? Таким образом, наше развращение происходит единственно от нашей беспечности. И Христос в тот день суда будет давать награды не тем, которые только делали чудеса, но тем, которые исполняли его заповеди. «Придите, скажет он благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство создания мира, не за то, что вы творили чудеса, но за то, что алкал я и дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нагий, одели меня, болен, и посетили меня, был в темнице и пришли ко мне». И в учении о блаженствах он нигде не упоминает о делающих чудесах, а только о ведущих жизнь праведную. 146. Итак, хотя благодать ныне сократилась, однако это нисколько не может повредить нам, но не послужит и в наше оправдание, когда мы будем давать отчет в делах. И те блаженным апостолам мы удивляемся не за чудеса, потому что чудеса вполне зависели от силы Божьей, но за то, что они вели жизнь ангельскую, а это жизнь при высшей помощи их дела и их собственного усердия. Это не я говорю, но сам подражатель Христов Павел, когда он в послании к ученикам опровергал лжи апостолов и хотел показать различия между чистым и нечистым служением, то указал не на чудеса, но на подвиги свои последующими словами. 2 Коринфянам 11.23 Христовы, служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано было мне по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, одна же камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночью день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лужебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех тортах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся. За это я удивляюсь апостолу. Я никогда не знал вас. Поэтому он и ученикам внушал, не радуйтесь, что бесы вам повинуются, радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Жизнь праведная и без чудес получит венцы, и ничего тогда не потеряет. А жизнь беззаконна и с чудесами не может избегнуть наказания. Итак, сказанное нами оправдание неуместно. И не только неуместно, но даже опасно. И для многих еретиков служит предлогом. Если апостолы сделали столь дивными, не по собственному своему изволению, а только по благодати Христовой, то что препятствует и всем сделать все такими же? Благодать, если бы наперед не требовала зависящего от нас, вдруг изливать бы в души всех, потому что у Бога нет лицеприятия. А так как она требует и зависящего от нас, то за одними следует и пребывает в них, а от других удаляется. К иным же ей вовсе не приходит. А что еще прежде, нежели блаженный Павел совершил что-либо дивное? Бог, узнав сначала его расположение, уже дал ему благодать. Узнав из того, что он говорил об нем, сосуд избранный мой, он пронесет имя мое предызывщиками и царями и перед всем родом Израилевым. Так испытующий сердца наши засвидетельствовал, когда у Павла еще не было благодати. Не будем же возлюбленные обманывать себя и говорить, что никому невозможно быть подобным Павлу. Другого Павла по благодати и чудесам, конечно, уже не будет никогда. Но по строгой жизни может быть таким каждый желающий. А если нет таких, то единственное потому, что не хотят. Впрочем, не знаю, как я дошел до такого неразумия, что я ищу между нынешними людьми, подобных Павлу, когда не могу видеть и таких, которые были бы подобны третьим или четвертым после него. Об этом должно скорбеть и плакать и рыдать. Не один и не два только дня, но во всю жизнь. Потому что кто приведет себя в такое состояние, тот впоследствии не скоро будет грешить. Если не веришь этим словам, не веришь, то посмотри на плачущих. Именно мирским плачем, при том не из числа простых и ведущих трудовую жизнь, но из числа тех изнеженных людей, которые ничего не знают, кроме удовольствия. И эти люди, которые преданы пьянству и объедению, продолжают обеды до вечера и ужины до полуночи, отнимают чужое, не щадят ни вдовы, ни бедного, ни слабого, и показывают великую жестокость, когда бывает объятой сильной скорбью, которая может возмутить и взволновать душу до глубины, отвергает все сладострасные и преступные пожелания, обращается к любомудрой жизни, отвечая строгим поведением, бодростью, земными поклонами, терпением, постом, молчанием, скромностью, смирением и великим человеколюбием. Те, которые отнимали чужое, в это время готовы охотно отдать и свое, и хотя бы кто подложил огонь под их дом со всем имуществом, они не будут гневаться. Я знаю много таковых, из которых одни, после потери возлюбленных, оставив город и его удобство, поселялись в деревянных, в деревнях, а другие строили себе домы при могилах усопших и там оканчивали жизнь. Но об этом после. Пока печаль их находится в силе, они нисколько не заботятся о настоящем, на ту безумную страсть, с которой они стремились к сбережению и скоплению денег, и приобретению власти и славы в народе, попалив огнем скорби, как траву или цвет травы, изгоняет из души. И ум их тогда объемлится таким любомудрым, что им неприятно и говорить об удовольствиях настоящей жизни. Но все, что прежде им казалось приносящим наслаждение, уже кажется противным и весьма горьким. И никто из слуг и друзей не посмеет тогда и слово сказать о мирских делах, даже весьма нужных. Все оставляется без внимания и уступает место беседам о любомудрии. Потому что тогда скорби, как бы в каком священном месте, душа научается ничтожеству человеческой природы. Скорбью. Кратковременности настоящей жизни, тленности и непостоянству житейского, обманчивости совершающегося на позорище мира. Тогда является великое презрение к деньгам, тогда истребляется гнев, тогда оставляется честолюбие, и уже не может ни зависть обитать, ни гордость свирепствовать сокрушенным скорбью, и похоть не разжигает сладострасного. Но по удалению всего этого из сердца поселяется в нем один помысл, представляющий непрестанно образ умершего. Образ это для него и пища, и питье, и сон, и удовольствие, и покой, и великая отрада. Это для него и слава, и богатство, и власть, и наслаждение. 149. Так и нам надлежало бы, чтобы не сказать чего более, оплакивать нерадение о своем спасении. Такой любовью и готовностью всем должно бы направлять туда очи души и постоянно памятовать и представлять его себе. Между тем, как потерявший детей и жен не занимает своего ума ничем другим, как только представлением отшедших от них, мы, потерявшие Царство Небесное, думаем обо всем больше, чем о нем. Из тех никто, хотя бы царского был рода, не стыдится обычной печали, но и сядет на землю, и заплачет горько, и переменит одежду, и с великой готовностью подчиниться всем прочим требованием такого горя. Не станет думать ни о своем воспитании, ни о состоянии тела, ни о могущих быть впоследствии болезнях от изнурения, но все перенесет весьма легко. Такое и даже большее терпение высказывает не только мужи, но и жены, сколько бы они ни были слабы. А мы, оплакивая ни детей, ни жен, но погибель души, души не чужой, но своей собственной, притворно ссылаемся на слабость тела и нежность воспитания, если бы зло обороничивалось только этим. Но теперь мы не делаем и того, на что нам нисколько не нужна сила телесная. Так скажи мне, какая нужда в силе телесной, когда надо бы сокрушить сердце, помолиться трезвенно и бодро, подумать о грехах, низложить гордость и надменность, смирить ум. Вот что умилостивляет к нам Бога, не требуя большого труда. А мы и этого не делаем. Плакать о душе, значит не то только, чтобы облечься во вредище, заклютиться в теле и сидеть в темноте, но постоянно памятовать о своих грехах и мучить совесть этими помыслами, непрестанно измерять то пространство пути, на каком мы отстоим от Царства Небесного. На какое? Как же скажут этому быть? Как? Если мы будем всегда иметь перед глазами гиенну и ангелов, которые во время суда разойдутся повсюду и соберутся в всей Вселенной, имеющих быть отведенными в гиенну. Если станем размышлять, какое великое и без гиенны наказание лишится Царства. Поистине, если бы даже не угрожал нам тот огонь и не ожидали нас вечные наказания, то одно отлучение от кроткого и человека любивого Христа, за нас, предавшего себя на смерть, и претерпевшего все, дабы избавить от того мучения и примирить с Отцом Своим нас, бывших по грехам врагами Его, а одно это, хотя бы мы и не лишились принадлежавших неизреченных и вечных благ, больше всякого наказания в состоянии пробудить души и расположить в постоянной бдительности. Если мы, только читая пример пяти дев, которые из-за недостатка Илеи отлучены были от брачного чертога, скорбим об их несчастье наравне с ними самими и смущаемся, то при одной мысли, что и мы сами подвергнемся тому же за беспечность. Кто из нас будет настолько каменным, чтобы постоянно, имея в душе этот пример, предаваться нерадению? Можно бы распространить слово и более, но так как оно сказано нами только из послушания, а не по другой нужде, то и написанного больше, чем требовалось. Мне хорошо известно, что ты сам строго содержишь всю добродетель сокрушения, и мог бы даже молча учить ей и других, если бы они пожелали, хотя недолго, пожить с твоим благочестием и видеть твою крестную жизнь. Так, если нашим современникам нужно учиться сокрушению, они должны идти в твое жилище, а потомки слушать о твоих делах. Великое, я думаю, руководство к этому доставит один рассказ о твоей жизни. Посему прошу и умоляю, наконец, вознаградить нас и воздать своими молитвами, чтобы мне не только говорить о сокрушении, но и оказывать его делами. Потому что учительство без дел не только не доставляет никакой пользы, но даже приносит великий вред и осуждение тому, кто проводит жизнь свою в такой беспечности. «Бо не всякий, говорит Господь, говорящий мне, Господи, Господи, а тот, кто сотворит и научит, сей великим наречется в Царстве Небесном».